МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как вы считаете, что в Бастиновичах самое хорошее? Ой, люди. А какие они? Простые. Все такие, ну, не знаю, очень даже. Даже вот если вы, не знаю, ну, не могу сказать. Люди вообще замечательные. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это мой старший сын Данила. А это самый-самый младший у нас, Владимир. Сколько же ему? Три месяца его будет. Кем вырастут Данила и Владимир? Что вы для них хотите? Ну, это зависит от того, как отучатся, куда поступят, куда сами захотят. Ну, надеемся, что это в хорошей профессии выберут. Опа! Волку сфотографирует. А ты... Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Иди ко мне. Голь, 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 голь. Похоже, они хотят с тобой в могилю. Так они идут прямо за мной. Ну, я уйду, и они за мной. Яблок изобилия в этом году. В прошлый год вообще не было. Ну, обычно они через год водоносятся в яблок. А в этом году навал. Ну, это наследство от родителей. Что родители садили. Сколько же ему лет получается? С 65-го года. То есть больше, чем полустолетия? Да, больше. Люди хорошие. Добрые. Пожалуйста, восприимные. Можно воспринимать. Можно воспринимать. Вот. Да. Вкусно? Да. Ну, желаем тебе вкусных яблок и всего самого хорошего. До свидания. Деревня Бастеновича. Здесь положена наша церковь. Ну, называется она Свято-Покровская. Просто стояла на... Был околитый магазин вот тут уже с той стороны. И склад был, зерно заружали. А в советское время, так же, как же, не давали даже партийцам не хрестить ничего. А я хороший праздник важный. Ну, на Пасху у нас было, наверное, больше человек 150. Все было вот тут, пять рядов. Помещали бы их в шаренгу. Ответуля и до самого, да, до этого. Нашу церковь восстановили. Мы очень рады, конечно, что у нас теперь есть куда прийти и поклониться. Кусь, 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 кусь. Идем ко мне. Идем ко мне. Кусь, 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 кусь. Птиц держим. И не только гуси. Есть и утки, и икоры. Но гуси это любимые. Это любимые птицы внучки. Вот она выращивает. У нас есть гуси, которые ручные, которые она их вырастила прямо. Дариша, как зовёшь своего гуся? Улик. Улик. Это Улик. Он был хороший, и у него как молок, такой красивый. Ты так его гладишь и не боишься его. Потому что он, ну, я его хозяин. Раньше я его воспитала. Дариша, как говорят, неисповедимы пути господни. Тут для нашей деревни непонятно. Церковь умирала, отстроили. Колхоз ни разу умирал, школа ни разу ходила с этой деревни, возвращалась. Я думаю, может быть, всё вернётся на круги своя. И опять будет и церковь, и школа, и деревня будет, и люди будут. Тем более, что тут очень трудолюбивые люди. Очень трудолюбивые, дружные люди в этой деревне. Того головка, этого ручки у меня есть. Так и должно быть головка и ручки. Вот эта головка, да. Здравствуйте. А зачем ей головка и ручки? Ну, это ж невеста. Ага. Про свечку я вам расскажу, что мы многогодушные. Для чего варваринская свечка? Смысл какой? Для чего? Для здоровья. Для здоровья. Даже когда к нам люди приходят, другие, они приносят с собой ленточки. Они цепляют, вот тут обрекаются на здоровье. И цепляют эти ленточки. Вот такой у нас обряд. И всё это на здоровье. И всё мы молимся на здоровье. Ой, у нас вообще много цветами занимаются. Такие мы все наши одногодки, много цветов. Надо любить их, конечно. Это ж для жизни, для души. Это ж красиво всё. Ну, кабачки, наверное, полезнее. И кабачки полезнее, конечно. И помидоры у нас всё. У нас это всё есть, конечно. Теплица у нас. И всё мы занимаемся. Всё выхватает. И всё успеваем, где не успеваем. Где пять часов встаём, чтобы пополоть что-то. Где-то, когда солнце большое, где-то попоздно домой заходим. Ну, так нормально. Для чего вам вся эта красота? Ну, для себя красота. На огородах ковыряемся, заморимся. Ну, тогда у чветы. Огород большой? О, большой. Большой. Что же вы там выращиваете? Картошку выращиваем, лук выращиваем, чеснок, охурцы, помидоры. Два парники, вон, помидоры стоят. Вот это всё моё огород. Вот это самые парники, вот осад, и вот зерновые, там ещё картошка. И это всё ваше? Это всё моё. Держали и по две, и по три коровы. Ну, а сейчас здоровья не позволяет. А что в этом году особенно хорошо у вас было? Ой, огурцы. Пожалуйста, перец. Ты его накрыла. Ну, внуку, всем внуку, а всем надо дать. Все есть, хочется. Желаем вам хорошего здоровья, уважаемая бабушка. Спасибо. Спасибо. Так что мечтаем внуку повырастить, ну, и прожить самим побольше. Здоровья, чтобы было. Ого, 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 ого. Китенька, ты, ну, Китенька. Китенька, ты, ну, Китенька. Субтитры создавал DimaTorzok